Ещё она очень любит у меня готовить на кухне. Это готовить пирожки, варить вареники, пельмени. В основном она учит меня готовить. Она прям готовит очень вкусно. Эти привычные представления о бабушке разрушаются, как только вы видите элегантных красивых женщин и мужчин. Когда проводятся концертные вечера, бабушка уже не просто женщина, она превращается в музу. Такова была цель организаторов. Встреча с музой назвали «Литературную гостиную», куда пригласили людей старшего поколения, а вместе с ними и молодёжь. Подруга, она улыбается весело, подруги ответят и тут же обидятся. Красивая женщина – это профессия, а всё остальное сплошное любительство. Импровизацию с залом предложил плейбэк-театр, созданный Тимофеем Волченко. Услышанные из уст зрителей личной истории молодые актёры воплощали на сцене в виде театрального действия, а зрители своими аплодисментами подтверждали соответствие рассказанному. Бать, да я не голодный. Нет, 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 я не голодный. Я не голодный. Нет, 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 нет. Ну что, я не голодный. Ну что, ну, да, никто, никого нет. Главная тема всех выступлений – связь поколений. Молодёжи поэтическое слово тоже не чуждо. Только раз бывают в жизни встречи, Только раз судьбою рвётся нить, Только раз в холодный серый вечер Мне так хочется любить. А вот такие встречи на свежем воздухе Дворец спорта проводит каждую неделю для участников группы «Здоровье». Однако фестиваль скандинавской ходьбы прошёл в Лангипасе впервые. А среди них самыми возрастными стала Чита Нуреевых. Ну, благодарны, что вот это вот организовали. И мы с удовольствием, с хорошим настроением вот сегодня прошли. Это мы хотим доказать, что мы в любом возрасте готовы к защите Родины. Ещё 15 человек в возрасте от 60 плюс проявили свою активность, но уже на водных дорожках. Самому взрослому участнику – 72 года. Они проплыли дистанцию 25 метров. Лучшими среди женщин была Зинаида Рейсих. Среди мужчин – Федорис Султанов. Поздравления и наилучшие пожелания спортсменам от главы города Лангипаса Сергея Викторовича Горобченко. Пожелания крепкого здоровья, благодарность за их активную жизненную позицию. Айгуль Мамошина, Владимир Чебодаев. Наши города.